6 апреля в администрации городского округа состоялось собрание руководителей структурных подразделений. Планерное собрание провел глава городского округа Александр Баранов. О том, какие вопросы обсудили на совещании, узнаете далее из следующего сюжета программы. В Фокино усиливается режим самоизоляции. Глава городского округа отметил, что основная нагрузка сейчас ложится на управление образованием. Важно, что обучение в школах продолжается в дистанционном режиме. Педагогам опять же подключить родительские комитеты по поводу контроля за детьми, чтобы они занимались обучением. То есть нормально занимались, используя все средства, которые у нас возможны. Управляющим компаниям рекомендовано планово проводить санитарную обработку в подъездах, предварительно заранее оповещая жителей домов. Написано заявление, объявление, будет производиться. Когда она будет производиться, непонятно. То есть в каком подъезде, в какой день, неделе будет проводиться санитарная обработка. То есть чтобы люди знали, что именно в четверг, до обеда, будет этот дом, к примеру, проводиться дезинфекцией. Могли видеть это дело, естественно, это будет успокаивать людей. Для обсерватора в нашем городе также закупаются дезинфицирующие средства и другие материалы, которые рекомендует ФМБА. Глава городского округа отметил хорошую работу управляющей компании, ответственной за содержание города в чистоте. Несмотря на вот эти тяжелые, как говорится, условия для работодателей, у нас система жизнеобеспечения работает пока без сбоев. Александр Баранов проговорил, что запись детей в детские сады продолжается. Напомним, что посещать дошкольно-образовательные организации могут дети, чьи родители обязаны продолжать работать в карантин. Для этого в детских садах функционируют дежурные группы. На планерном совещании глава городского округа сообщил, что пока не было решения правительства Приморского края о введении пропускного режима. И также отметил, что в нашем округе работают на опережение. В случае введения пропусков перечень предприятий и организаций, которые будут функционировать в период карантина, уже обозначен. В субботу Фокина посетил губернатор Приморского края. В очередной раз проверялись мосты и ход строительства объездных путей. Для реконструкции моста по улице Карла Маркса через ручей «Толстый ключ» также требуется построить объездную дорогу. Препятствием для нее могут стать гаражи у домов номер 55-57. Это не прихоть, это необходимость, чтобы департамент Министерства дорожного хозяйства могло заключить контракт на строительство объездного пути. Для того, чтобы в последующем планомерно реконструировать этот мост. Поэтому те, у кого у жителей вдоль дороги стоят гаражи, их надо убирать, перевозить. Указано место управления муниципальной собственностью. Глава городского округа дал указание в течение месяца убрать металлические конструкции с данной территории. Продолжение следует...